Вы бы не могли бы мне выделить немного денег? Мне на книге, дядя Кирилл. Конечно, на книге. А книги, я знаю, что на книге для тебя целая кипа приготовлена. Мне Кира Агуст наговорила. Говорила? Говорила, говорила. Про меня говорила? Про тебя говорила. А что говорил, дядя Кирилл? А что говорил? То, что я всегда говорю. Умный говорит, талантливый мальчик, красивый говорит. Да. Честно, конечно, вот тебе. Верный. За идею. На книгу, дядя Кирилл. На книгу, понятное дело, на книгу. О, дядя Кирилл. А вы бы не могли бы мне рассказать про нее немного, а? О, ты умеешь. Нет, Миша, я мало что знаю. Нет, ну я знаю, что до войны в Ленинграде жило. Учительницей в школе работала. Ну, жених у нее погиб на войне. А сейчас? Что сейчас? Ну, в смысле, она с семьей. А, очень тебя интересует. Нет. Мужа нет, одна же. Как этот жених погиб? Да. Она и книжка, она и книжка такая. Она, блин, она все. Глянулась она тебе, да? Она взрослая женщина. Да что это? Вот что ты такое говоришь? Ну, что значит взрослая? Что значит? Читаем лекцию. Для женщины важно не возраст мужчин, а его голова. Уг, голова, характер. Мне самому всегда нравились женщины, а старшие. Ну а что девчонки, ну а что девчонки? Ну они же дурочки, ничего не понимают. А вот женщина, бальзаковского возраста, совсем такое дело. Да у меня жена, на 15 лет старше ничего. Живем, живем. А вот первая моя глава. Это особая глава. Это роман писателя. Это... это Санта-Лучиняк. Слушай, а давай мы ее спросим. У кого? У кого? Героят, Господи. А! Прекрасный ресторан. Посидим, поговорим. Да не скучайся, не скучайся. Пригласи бы все дела. Положись на меня. А! Санта-Лучиняк «К� 안녕 düny неразвATE dreamа». Продолжение следует...